Здравствуйте, вы на канале Реальные Книги. Сегодня мы с вами рассмотрим анализ повести «Очаровательный странник» Лесникова. Повесть Лесникова «Очаровательный странник» имеет ряд своих особенностей. Широкая система тем и проблем, динамический сюжет, лишенный деталей, делает это произведение сложным для восприятия. За многочисленными событиями порой теряется идея произведения. Повесть Лескова первоначально планировалась называться «Чернозомный телемаг». Однозначно ответить на вопрос, почему было выбрано такое специфическое название, невозможно. С первым словом «Черноземный» все вполне логично. Лесников планировал подчеркнуть территориальную принадлежность главного героя и ограничил его диапазоном действий областью распространения чернозема как типичного вида грунта. С телемагом дела обстоят несколько сложнее. В античной мифологии телемаг – сын Одиссеи Пантелопы. Он приступает к поискам своего отца и помогает ему избавиться от женихов матери. Сложно представить исходство телемага и Ивана. Однако все же оно присутствует и заключается в поиске. Телемаг ищет своего отца, а Иван – свое место в мире, позволяющее гармонично существовать и очарование самой жизни. Однако при этом фляги не испытывают крайнего неудовлетворения своей судьбой. Он воспринимает каждый новый поворот на жизненном пути как волю рока, предопределение в жизни. Поступки главного героя, повлекшие значительные изменения в его жизни, всегда происходят как бы неосознанно. Герой не обдумывает и не планирует. Они происходят спонтанно, как бы по воле колдовства, своеобразного очарования. По мнению исследователей, в повести есть еще один эпизод, позволяющий говорить об очаровательности главного героя. Мать Ивана еще до рождения обещала Богу и своего сына, чем предопределила его судьбу. Все главы рассказа очаровательного странника объединила личность Ивана Флягина, Головина, которая рассказывает необычные истории своей жизни. Вторым по значимости в повести является образ цыганки Груши. Девушка стала предметом неразделенной любви Флягина. Неразделенная любовь Груши к князю не позволила рассмотреть девушке и чувства Флягина по отношению к ней и способствовала ее гибели. Груша просит Флягина ее убить. Все остальные персонажи имеют обобщенные черты характера. Они представлены типичными героями в их социальных прослойках. График графини из Орловска губернии помещики, к владениям которых принадлежит Флягин с самого рождения. Барен из Николаева мужчина, у которого Флягин служил нянькой. Присматривал за его маленькой дочкой. Мать девочки родная моей девочки, порученной Флягину, сбежавшая с неким офицером от мужа. Офицер молодой человек, влюбленный в мать девочки. Он предлагает Флягину деньги за то, чтобы он отдал им ребенка. Помогает Флягину финансово после его побега от барина. Человек, обладающий магнетизмом, случайно знакомый Флягина, который загипнотизировал его на предмет алкогольного опьянения и зависимости. Князь, помещик у которого Флягин служит конессором. Евгения Семенова, любовница князя. Цыгане, обобщенный образ цыганской общины. Татары, обобщенный образ татарской общины. Наташи, две жены Флягина, которые появлялись у него во время жительства у татар. Иван был поздним ребенком. Его мать долго не могла забеременеть, однако судьба была к ней несправедлива. Ей так и не удалось изведать счастья материнства. Во время родов женщина умерла. Родившийся ребенок имел необычную большую голову, за что Иван и был назван Голован. Однажды Иван из-за неосторожности стал причиной смерти монаха. Из этого момента узнал о неком пророчестве своей жизни. Умерший монах во сне рассказал, что Иван навсегда будет спасаться от смерти. В критический момент попадает в монастырь и встает монахом. Предсказание начинает сбываться. Сначала Иван чудом остается жив после того, как повозка, в которой он правил, упала с обрыва. Затем его от самоубийства путем повешевания спасает цыган. Флягин решает примкнуть к цыганам. По просьбе нового знакомого он ворует лошадей своего барина. Вместе с цыганами Иван продает лошадей на рынке, однако должного денежного вознаграждения за это не получает. Иван прощается с цыганами и отправляется в Николаев. Здесь Иван приступает на службу к барину. Он ухаживает за его дочерью. Спустя некоторое время появляется матерь девочки и просит отдать ребенка ей. Сначала Иван сопротивляется, на последний момент меняет свое решение, сбегает вместе с матерью девочки и ее новым мужем. Затем Иван попадает к татарам. Флягин участвует в поединке с татарином и побеждает своего противника. К сожалению, татарин погибает и Иван вынужден был примкнуть к татарам, чтобы избежать наказания. Чтобы Флягин не сбежал от них, татары вшивают ему в пятки порубленный конский волос. После этого Иван не мог нормально ходить, волосы сильно кололи. В татарском плену Иван побывал дважды. И в первый и во второй раз ему дают двух жен. От жен второго брака у Флягина рождаются дети. Но это не принесло в жизни Флягина никаких изменений. Иван равнодушен к ним. После побега от татар Иван служит у князя. Влюбленность в цыганку Грушу стала трагической в жизни Ивана. Флягин испытал муки безответной любви. Груша, в свою очередь, была безответно влюблена в князя. Известие свадьбы которого стало причиной эмоционального срыва девушки. Груша боится, что ее действия могут отнести непоправимый вред князю и его жене. Поэтому просит Флягина убить ее. После убийства Груни Иван идет в армию, сбежав от князя. Флягин встретил стариков, у которых единственного сына забирают в армию. Из жалости к старикам Иван выдает себя за другого человека и отправляется на службу вместо их сына. Следующим пунктом в жизни Флягина стал монастырь. Иван попадает туда после отставки. Офицерское звание, не подкрепленное должными знаниями, и не позволит Ивану реализовать себя. Странности поведения Флягина стало причиной того, что монахи отправили его путешествовать по святым местам. Она там рассказ обрывается. Сам же Флягин во время путешествия высказывает надежду на возвращение на фронт. Повесть Листкова обозначена рядом особенностей для изображения действующих персонажей. В первую очередь это касается главного героя. Иван Флягин не похож на типичного монаха. Своим внешним видом он напоминает богатыря. Иван высокий, широкоплечий мужчина, физически развитый. Кажется, что он сошел со страниц былых историй. Иван обладает мудростью и способностью к логическим умозаключениям. Однако при этом ему свойственно поступать крайне глупо, безрассудно, что часто оборачивается фатально для других персонажей, а также приносит в его жизни непоправимые негативные последствия. Образ Гружи также не лишен противоречий в своих особенностях. В ней уживается и типичная цыганка, страстная и импульсивная, и ангел. Груша осознает, что из-за своей эмоциональности она не сможет смириться с безответной любовью и станет причиной трагедии в жизни своего возлюбленного или его будущей супруги. Классически она должна была следовать своим эмоциям, но здесь появляется ее другая сторона личности. Груша добродетельная личность. Она предпочитает умереть самой и не приносить несчастья другим. Спасибо, что были с нами. Более детальную статью вы сможете прочесть в нас на сайте. А пока подписывайтесь на канал и изучайте литературу вместе с нами.